Это видео было снято два месяца назад на одной из автодорог Карачао-Черкесии. Лихой свадебный кортеж мчится по трассе. Водители пренебрегают правилами дорожного движения. Хаотично перемещаются по проезжей части. Итог такого безрассудства вполне ожидаем. Трое гостей этой свадебной автогонки получили травмы различной степени тяжести. Наверняка это торжество им запомнится на всю жизнь. Впрочем, можно сказать, им еще повезло. В Ингушетии такой же лихач отправил в могилу трех человек. Момент фатальной аварии на свадьбе, произошедшей 6 сентября, запечатлел регистратор-очевидца. Десять малышей остались сиротами. Он не трех убил, он убил, можно сказать, и пятерых, потому что они убили из этой семьи отца матери, шестерых детей, родителей. Произошедшее переполнило чашу терпения ингушского духовенства. После резонансного ДТП было решено, что теперь организаторы свадеб будут отвечать за порядок и платить штраф за слишком длинный кортеж. Рекомендуется не допускать свадеб на кортеже более четырех автомобилей, где каждый водитель знает, за какой машиной следовать, и не допускается выезда на встречные полосы и так далее. А это вновь в Карачево-Черкесии. Данное видео разлетелось мгновенно по интернету. Еще бы, ведь гости торжества устроили между собой настоящий автобой. И опять же для того, чтобы занять почетное место за автомобилем, в котором находится невеста. Можно только догадываться, какие чувства испытывают молодожены, когда вынуждены наблюдать такое цирковое представление. Сотрудники ГИБДД после нашли нарушителей и привлекли их к ответственности. Зачастую на свадьбах можно видеть, как автомобили таранят друг друга, пытаясь обогнать одна другую и занять почетное место в кортеже. Традиция сия идет из глубины веков. Еще сотни лет назад лихие наездники устраивали на пути из села в село гонку. Самый удалой всадник получал от родни жениха презент. Когда коней в просвещенном веке сменили на машины, старинная традиция никуда не делась. Все такие же горячие парни стараются занять место за авто невесты. Правда, тут есть одна мелочь. Машины не лошади. Они развивают куда большую скорость. Представитель духовенства нашей республики призывают молодежь покончить с опасными гонками на свадьбах. Ему кажется, что это геройство. Но это абсолютно не геройство. Это дурость. Это молодость. Это иблизь, который сидит у нас у всех. Вот он заставляет тебя так делать. И мы все подчиняемся этому иблизму. Он тебя заставляет. А ну-ка обгони его. А ну-ка встань туда. Что он лучше тебя. Вот это вот в тебе зажигает иблизь. Вот этого нельзя делать. Кто-то сказал, что каждый знак на дороге, который мы видим, он связан с чьей-то смертью. И когда мы видим с вами знаки на дороге, ограничивающие скорость или регулирующие по полосам движения, эти знаки выстраданы чьей-то гибелью. И вот мне хотелось бы обратиться к молодым и с тем, чтобы они, когда едут по дороге, видят знак. Они понимали, что этот знак как чье-то надгробие. То есть на вопрос, как я должен относиться к другим на дорогах, так же, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. К благоразумию призывают молодежь, священнослужители нашей республики и во время своих проповедей в мечетях. Их доводы весьма убедительны. На дорогах нашей страны год погибает не меньше, чем за время афганской войны. Что же касается Карачао-Черкесии, то в этом году в результате ДТП ранения получили около 500 человек, еще 60 умерли. Чтобы достучаться до молодежи, к профилактической работе теперь подключат общественников и старейшин. Я думаю, что сейчас выйдут и в эфир наши общественники, может быть, даже с какой-то инициативой, может быть, даже, в принципе, как-то запретить или уменьшить количество автомашин, участвующих на свадьбах. Хотелось бы, прежде всего, конечно, обратиться и к тем молодым, в основном, это же, конечно, молодые люди за рулем, к тем молодым людям, соблюдать, прежде всего, правила дорожного движения, потому что их ведь не просто так придумали. Чувство эйфории, которое посещает их в момент участия в празднованных мероприятиях, заставляет их забывать о том, что они являются участниками дорожного движения. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения, соблюдайте правила и будьте взаимовежливыми на дорогах. Они устраивают гонки на выживание, бьют машины, стреляют в воздух и скачут на конях по банкетным залам. Разгоряченные алкоголем некоторые джигиты творят порой немыслимые вещи. Сохранять обычаи, безусловно, нужно, но не вот так, становясь посмешищем для окружающих или подвергая жизни людей опасности.